Я из тыквы и апельсина сделала сок с мяппати. Эта у меня баночка упадет в холодильник, когда остынет. Деткам после бани налью, угощу, пусть попробует. Если понравится, то я делаю на пробу, потому что сок я не делала, это точно, только свежевыжатый. Завтра вот этот остынет сок, и если понравится, то еще сделаю. У меня целая тыква есть. Ну и вообще тыкву продают еще много. Можно наделать. Так что попробуем завтра. А это вот пенка, это я первый сливала сок блендером, взбился сок, пены много. Я ложкой вычерпала и вот в кружечку набрала. Это мне, а это Михалычу завтра выпаю. Не знаю, я тыквенный сок очень люблю с мякотью. Имею ввиду магазинный. Сады Придонья делает хороший сок тыква плюс морковка. Здесь я его только не видела. Можно, кстати, попробовать и с морковкой тоже сделать. Вот так вот вечер провела. Задили себе нашла. Ну так, на пробу. Ежик! Ежик! Доброе утро всем, друзья! Вот это туманище! Вот это да! Так, Михалыч выпил пол кружки сока. Хотя вот эта кружка его была. Ну ладно, выпил. Это радует. У нас на завтрак рисовая каша со сливочным маслом, молочная. Сыр. Михалыч увидел свою дозу, порцию. Говорит, мне на две ложки меньше надо. А я как раз свои две ложки ему переложила. Чтоб мне меньше было. Огонь! Огонь! Ого-го-го-го! Продолжение следует... Продолжение следует... Реально, сейчас же 20-й год. Следующий, 21-й. Я думаю, что ничего страшного. Остальные, кстати, проверила. Все свежие семена. Кстати, это не проверяла только. Вот это я отдельно покупала в магазине. Вот я молодец. Бегония ампельная купила. Видите как, вот без очков хожу в магазин до 18-го года. Это я где-то покупала. Теперь не помню где. Ой, до 17-го года. Это где я брала? Это я брала, однако... Ох, не помню где. Неохота. Надеюсь, что зайдут. Вот надо с очками ходить в магазин. Я не проверила и устому. Дата фасовки 20-й год, да. И реализовать до 23-го. Ну, это нормально. Все, ладно. Тут тоже до 23-го года. Все, ладно. Короче, я сейчас решила семена вот этой пеларгонии, которые просрочка якобы. Ой, посеять. Вот сюда в улитку сделаю. То есть взяла вот такую салфетку, намочила ее. Сейчас еще побольше намочу. На целлофаночку посыплю и закручу. Ну, типа улиточки сделаю. Было всего 6 семян. Я думаю, опять будет. Семена крупные, хорошие. Ну, надеюсь, по крайней мере, не пустышки точно. Вот так их на салфетку положила, увлажнила. Теперь сверху еще такую же салфетку-полоску накрою и заверну целлофанчиком. И поставлю в теплое, светлое место. Ну, на этажерку, наверное, поставлю. Так, накрываем влажной салфеткой. У меня аж прям вода бежит с нее. Оп. Так. Теперь вот так попала. И скручиваем улиточку. У меня есть стаканчик. Где-то есть стаканчик. Вот так поставлю. И можно будет вот это же название сюда же стаканчик поставить. Чтоб я знала, что это у меня за растение. Это у меня как раз вот черный бархат. Да. Вот так сейчас поставлю. В тепло и в светло. Я, наверное, даже, знаете, вот так поставлю в землю. У Михалыча там идет планерка. Все-таки я подписала вот здесь пиларгония черный бархат, потому что я сейчас тоже другие семена замочу, какие у меня есть пиларгошки, и тоже сюда поставлю. Хотела на палочках писать ручкой и вставлять сюда. Он думает, нет, лучше раз пишется на целлофанке, значит, на целлофанке так и оставлю. А картинки вот эти оставлю себе, какие я посеяла, чтобы я знала, какие у меня есть. Вот пью свой сок, наслаждаюсь. У Михалыча спрашивают, как тебе сок? Он просто говорит, гадость. Значит, буду пить его только я. Ну почему? Мне же тоже витамины нужны. А, да? То есть можно, да? Ну ладно. Что значит можно? А я вам хочу сказать, сок бомба. Буду делать его. Вчера, помните, я черенки, вернее, сучок отломала от инжира. Так вот, я вчера поставила сразу в баночку с водой. Жалко же выкидывать, тут такая почка хорошая. А сегодня, думаю, посмотрю в интернете, как можно черенки эти, из черенков вырастить инжир. Корневин, кстати, у меня нашелся еще с Алтая. Я не знаю, там у нее срок годности есть, нет. Значит, смотрите, посмотрела ролик. Обмакнула мокрые черенки в корневин. Сделала перед тем, как макнуть надрезики, небольшие, вот таким ножом, канцелярским. И теперь заворачиваю. Это у меня штаны были. Порвались. Не жалко. Главное, чтобы хабешная ткань была. Вот в чем суть. Так, немножко большевата, но ладно. Так. И теперь так же берем целлофанный мешочек, либо пленочку, что у вас есть. Так. Одно рукой неудобно. Делаем так. Убираем эту баночку. А Михалыч подходит сегодня к баночке и говорит, ну что там, корни есть, нет? Я не знаю, ты чего. Ночь только постоял. Вот так и сделаю вниз. Так. А вверх, чтобы немножко открытый был, чтобы не заплесневело. И самое главное, в тепло поставить. А то я, конечно, на окне поставила водичку. Дал бы корни, не дал бы корни ставить в черенки, то просто почки в рост пойдут. А корни не дадут. А если корневин макнуть и вот таким образом замотать, поставить в теплое место. А я думаю, что я на шкаф на кухонную сейчас поставлю. Там тепло. То есть вот 20 градусов и выше можно. И там он даст, надеюсь, там он даст корешки. Все. Век живи, век учись. Спасибо интернету. У нас сегодня был 0 градусов. Прям, знаете, так хорошо подморозило. Я пришла за салатом. Ну, смотрите, еще есть. Растет. Думаю, убирать, не убирать. Вот этот укровной материал, наверное, не буду убирать. Сейчас я нащиплю салат. О, прям даже вилочки завязываются. Как думаете, будет расти зимой она или нет? Вот в декабре, например, мусечка и моя 3-та тусечка пришла. А тут я насеяла капусту, представляете? Вот она растет. Вот эта капуста, по-моему, цветная. Я не помню, какая. Ну, слушайте, растет. Хочется теплицу, экспериментировать тоже в ней, что будет расти. Ведь у многих теплицы стоят. Так, что там у меня еще? А там у меня еще редисочка. Да, я думаю, что можно ее уже. А это тоже какой-то салатик, наверное. Пекинская капуста. Вот не помню, сеяла давно. Не записывала. Что-то дело было перед дождем. Я быстро-быстро, и поэтому не запомнила, что я где сажала. Да, вот вам и третий урожай уже редиски. Это она, красота. 27 ноября. Он тут помельче. Ну, ладно, все равно угощение будет Михалычу. Он уважает редисочку. Отлично. Так, и там у меня еще укропчик, и еще редиска. Все, такой у меня огород. Ладно, накрываю, убирать не буду укропной материал. Пусть что будет, то и будет. Для меня это тоже все ново, и все интересно. Вот так, сочно, сейчас промою все. И салатик сделаем. А все листья вот эти соберу. Мы же тоже не знали, что не будет участка. Мы так на него прям пронадеялись, на соседнюю часть участка. Ну, думали, что они нам уступят. Потому что первоначально они, да, говорили, что могут поделить участок, за миллион продать. Но это же нереально. Десять соток за миллион купить. Вот, потом, ну, и тем более у них строение дома останется на той части, как можно по миллиону, да. А у нас просто участок. Ну, в общем, они, в принципе, сначала говорили, что да, могут поделить. Варианты любые рассмотрят. Вот, и поэтому листья некуда было девать. В мусор нельзя их выносить. Жечь нельзя. В компостную кучу, это же сколько надо мне, нам выкопать яму. Какой глубины, чтобы столько листьев. Поэтому листья перетаскаю вот сюда. Да, тоже в угол для курей. У них тут все будет, видите, я вот им туда, сюда скорлупу кидаю, хожу. Только подавить им надо. Ну, и, наверное, песок еще привезем застеленным всю песку, чтобы они грязь не месили. Потому что грязь, вот она, видите, как наматывается. Вот примерно так. Примерно такие наши дела. Жалко, конечно, участок. Ну, ладно. Они же хозяева, не мы. Мало ли чего мы хотим. Будем, значит, думать, куда теплицу ставить. Какое место. Тут виноградник никак. Тут деревья никак. Там малина никак. Ее же посредине не поставишь, теплицу. Клубника сколько места занимает треть огорода, считай. Ну, такие дела. Ладно, пойду делать салатик. А у нас наступило время обеда. Сейчас зову Михалыча. И будем кушать. Всем, кто обедает с нами. Приятного аппетита. Думала-думала я вчера про инжир комнатный. И вдруг до меня доходит парень, который меня консультировал и который говорил, что у него инжир дома растет. О, сойка полетела. Он же живет в Смоленске. А мы где живем? А мы живем на юге. И здесь инжир растет везде. В крае. Ну, может быть, в северных районах нет. В итоге, что я придумала? Что я буду мучить в этом горшке. Да? Маленьком. Был бы комнатный маленький там. Растение маленькое. Сантиметров 40-50. Я бы его, конечно, домой бы поставила. Вопросов нет. Когда такое растение большое, пусть оно живет в огороде. Сейчас я пойду, выкопаю ямку и посажу его в огород на самое солнечное место. И все. Единственное, что я, конечно, там почки у него уже набухли, живые. Я, наверное, мешковиной замотаю от морозов. Потому что сегодня морозить с утром был. Хоть и 0 градусов, но все равно. Пока он приживется, пока корешки там хорошо пустят. В общем, решила я в огород посадить. Пойду, посажу. А на улице солнышко вот такое яркое. Тепло, тепло. И прям даже листик не шелохнется. Очень тепло. Маша мне спрашивает, мама, как такое большое дерево и в таком маленьком горшке? Как они его затолкали? А я так понимаю, что они их выращивают в этих горшках с малолетства. И вот так он вырос. Вот такое дерево. Вот видите, даже молодежь лезет. От корня. Молодежь лезет от корня. Так что пойду его прикопаю. Там ямку приготовила. И все, и будет их укрой его. Вот такой красавчик у меня получился. Замотала его неплотно. И сверху оставила маленькое-маленькое отверстие. Чтобы он не задохнулся. Самый теплый конец огорода ему в подарок. Так что, я думаю, хорошо все будет. Что у меня тут растет? Тут у меня лук растет. Ох, кто-то потоптался. Тут ничего не пойму. Ну, кто это был? Вот это, чьи следы. Ребят, человечачьи следы. Михалыч, поди. Точно. Вот пусти его в огород. Это он ходил, подвязывал деревца. А здесь вот грядочка с луком. И он по ней прошелся. Ох, огромном мой. Так, тут у нас чеснок. И там чеснок, веточка. Ну, ладно. Все, я довольна, что инжир пристроила в нужное место. Дай бог, чтобы хорошо прикоренился и давал плоды. Маруся будет счастлива. Ну, показываю, что я вчера посадила. Вот здесь как раз ежемалина растет. Форзиция. Чубошник. И вот здесь будет смородина белая. Версальская, да. Больше ей места не нашла. Пусть тут будет. А вот сзади, вот смотрите, вот здесь посерединке растут растения. А сзади, прямо возле заборчика, я все-таки хочу клематисы посадить. Ими тоже никогда не занималась. Очень интересно. Мне нравится, как они цветут, как они бьются. Можно на забор сделать им опору. Чтобы они по ней ползли. Тут у меня кошечка, конечно, хозяйничает. Вот видите, накопала уже. Вот там накопала. Ну, что теперь. Ей же куда-то надо ходить. Вот и здесь для ежемалины тоже. Вот прям вот этот веселый ей оставили. И здесь тоже опору ей сделаем. Потому что в малину не стала ее сажать. Знаю, что очень сильно побеги такие длинные будет давать. Так, здесь. Здесь покажу вам. Здесь как раз вот перед люком посадила вейгелу. Землю тут пока не разравнивала, потому что очень сыро, влажно. Я только затопчу больше. Здесь вейгела. Она разрастется. Вот если вот так из окна смотреть, вот так из окна, то ворота не загораживает. Вот напротив окна стою. А вот тут посадила смородинки. Красные и черные. Ладно, пойду белье вешать. Опять настирала. А вот так вот муська всегда приходит домой. И каждый раз я после нее вот это все убираю. Ну а что я сделаю? Ничего не сделаю. Да, муська? Друзья, ну и наслышили же вы меня опять с кошкой, с ее едой. Хоть совсем ничего не показывай. Теперь уже косточки. Кто ж такие куски дает? Это ж не собака. Ребят, кошки едят голубей. Сырых ловят и едят полностью. Кошки едят мышей. Никто там мяско им не выбирает. Не варит, не вываривает. Я, наверное, больше про кошку показывать ничего не буду. Правда. Или у вас квартирные кошки, и вы там им первый, второй, третий компот готовите. Или как, я не знаю. Или дети это пишут. Я ничего не могу понять. Дала разваренное куриное мяско, разваренные косточки. Там была шея, и была часть плеча от курочки. Мяско прям, и косточки, как на холодец. С хрящиками. И опять я плохая. Так, жзащиками. Продолжение следует...